Поступила новая сбитая собачка, перелом костей таза, перелом большеберцовой и малоберцовой кости. С такими травмами беднягу нашли на проезжей части на Змейногорском тракте. 22 сентября мы ехали по Змейногорскому тракту и увидели буквально на середине дороги, вот на двойной сплошной, лежит собачка сбитая. Ну то есть она просто лежит прямо на середине дороги и кругом разбросаны части бампера. Водитель авто, который сбил щенка, оставил место происшествия и уехал. Жалко, что есть такие люди и удивительно, как они потом поехали, спокойно уснули, ели пили, когда животное, которое они сбили, лежит на дороге в такой опасности, в боли. Настолько было плотное движение машин, что буквально каждую секунду эту собаку могли наехать на нее или сбить вторично. Однако много людей, подчеркивает женщина, не проехали мимо, а остановились помочь. Причем какое-то время собаку не могли поймать, но проходившие мимо кинологи справились без труда. Эту собаку мы взяли и повезли в клинику, где нам уже обследование все сделали, анализы, рентген и поставили диагноз. И мы откликнулись, конечно же, наша ласка. Спасибо им большое. Мы им позвонили, сказали, что такая ситуация, так как это был прям уже глубокий вечер, потому что в клинике мы сидели, наверное, до двух часов ночи. Щенку около полугода. Сейчас ожидается консультация доктора, после которой будет понятно, нужна ли собачке операция по восстановлению кости или нет. И, конечно, люди хотят справедливости, а именно привлечь виновного к ответственности. Ведь сотрудники госавтоинспекции нашли нарушителя. Почему не удалось привлечь его к ответственности? По действующим законодательным нормам выявлено отсутствие состава. Собака бездомная, поэтому хозяина у собаки нет. Сейчас дело мы не останавливаем на этом. Мы связались с одним из ведущих юристов города Барнаула. Юрист готова заняться этим делом и более глубоко, более детально его рассмотреть. Со слов Михаила, виновник ДТП, молодой человек 23 лет, объяснил свое поведение испугом. Но в лечении собаки участвовать отказался. Необходимо восстановить справедливость по той причине, что на наше предложение помощи собачонке человек не отреагировал никаким образом. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.